На многофункциональной спортивной площадке возле первой школы активно идут строительные работы. Подрядная организация уже приступила к укладке арматуры. В скором времени начнут бетонирование площадки. Объекты для благоустройства в этом году выбирали сами жители города, напомнил представитель управления ЖКХ Игорь Сказка в программе «Актуальное интервью». Формирование мероприятий программы проходило в несколько этапов. Первым этапом был сбор предложений в народную программу, иницинированную главой города. Затем был проведен опрос жителей посредством использования портала «Живем на севере». И окончательным этапом было проведение рейтингового голосования 18 марта. Также голосованием определено, что многофункциональные спортивные площадки появятся возле третьей и шестой школ, их оборудуют тренажерными комплексами, на территории проведут освещение. В дневное время площадки будут использовать школьники, вечером – все желающие. Специалисты обещают закончить все работы к 20 августа. На всех объектах у нас сейчас ведется активное строительство. Три площадки у нас уже забетонированы. Это 14-й микрорайон, 4-й и 11-й. Также сегодня у нас производят бетонирование площадки на объекте 1-го микрорайона детского игрового комплекса. При проектировании площадки в первом микрорайоне учитывался и тот фактор, что здесь проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому детский игровой комплекс будет максимально доступен для малобобильных групп населения. Также новая спортивная игровая площадка появится в 9-м микрорайоне. Детские игровые площадки будут оборудованы в 3-м, 4-м, 6-м, 11-м, 13-м и 14-м микрорайонах. Четвертый микрорайон Корт и 14-й микрорайон детская игровая площадка уже основание подготовлено. То есть, как только цемент у нас схватится, бетон, у нас приступят к монтированию мафов и к бесшовному покрытию. Старый игровой комплекс в 14-м микрорайоне планируется доукомплектовать. По словам специалистов управления организацией строительства, подрядчик уже получил новые детали и в скором времени приступит к их монтажу. Эдуард Хожев, Денис Гим, Денис Вильков. Новости Губкинского.